Слава Иисусу! Иисус жив! Мы очень благодарны всем вам за ваше доброе расположение, за теплый прием, за то, что вы все здесь. Спасибо, Канада! Для меня видеть всех вас – большая привилегия и милость Божья. Для тех, кто не знает, в последнее время я серьезно был болен. Больше то не просто болен, но случилось так, что я был в Канаде именно в начале сентября месяца. Это приблизительно 7,5 месяцев назад. И после этого приехал и заболел. И больше практически полгода никуда не выезжал, только в госпиталя, в госпиталя, в госпиталя. Когда обнаружили врачи лейкомию крови, то я ходил на это вливание или переливание каждые 7, максимум 10 дней. И так 16. В этих всех таких емкостей и так дальше. Это было трудное время. И это началось сразу после Канады. Но прошло время, и мне в конце января должны были делать пересадку костного мозга. Но я пошел на повторные анализы. И мне сказали, что анализы улучшились, операции делать не будем. Слава Богу, прошло еще малое время, и я впервые, впервые снова оказался в Канаде. То есть на самолете уехал или улетел так далеко, что для меня просто это чудо Божие. Слава Богу за все, что мы имеем от Бога. Да будет имя Бога благословенно во веки и веки. Он был, Он есть, и Он грядет во имя Иисуса. Поэтому пламенный привет от церкви «Живой поток» города Джексон-Вилл. И хочу проповедовать на тему, как перестать грешить. Кого-нибудь интересует эта тема? Молодежь. Как перестать грешить? Почему это важно услышать? Потому что грех вообще никому радости и счастья не приносит. Вообще, вот как вам кажется, какая самая величайшая проблема в мире? Какая, на ваш взгляд, величайшая проблема или жизненная необходимость? Как вы думаете? Вот послушайте, если бы нашей величайшей необходимости были деньги, они нам нужны, то Бог бы послал в мир или банкира, или евангелиста. Если бы нашей величайшей необходимости были развлечения или фан, то Бог бы послал в мир или клоуна, или артиста. Если бы нашей величайшей необходимости были новые технологии, то Бог бы послал бы какого-то инженера. Но самой серьезной проблемой человечества было и есть – это грех и прощение грехов. Вот почему в мир пришел Христос. Смотрите, Библия говорит, почему в мир пришел Христос. Это Матфей 1, 21. «Родит же Сына, и наличущее Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Ибо Он спасет людей их от грехов их. Спаситель, Он нужен там, где есть погибель. То есть там, где есть необходимость. Там работают спасатели. Вот почему в мир пришел Христос. Потому что человечество нуждалось в помощи, нуждалось в спасении. В жизни каждого из нас мы знаем, что грех реален. Да или нет? Тот, кто из вас не пережил еще силу Божью, благодать Божью, вы уже пережили или испытали силу греха. Что это за сила? Когда не хочешь, но делаешь. Когда тебе противно, но ты пьешь. Когда говоришь, что больше не буду, и снова что? Повторяешь. Грех реален. Смотрите, голодный человек, не каждый решится попросить покушать. А человек, который курит, запросто просит сигарету. Почему? Потому что он в зависимости, он в плену. Грех реален. Грех, вы видите, здесь опасен. Почему? Потому что Библия говорит, что похоть зачавший рождает грех. А сделанный грех рождает что? Смерть. То есть нет ничего более разрушительного и опустушительного, как грех. Это самая заразная, самая распространенная, самая неизлечимая болезнь в мире. И вот этой болезни спасает только Христос. Аллилуйя! Да будет имя Бога благословено во веки и веки. Грех, он вначале выглядит привлекательно и красиво, но последствия его разрушительны и ужасны. В конце концов, разрушение человека как личности, разрушение самой жизни, отношений, и в конце концов, безнадежная смерть и вечный ад. Итак, как же мы можем перестать грешить? Вначале еще несколько слов скажу, как мы можем избавиться от наших грехов. Вы видите здесь и читаете, что человек, связанный грехами, он должен захотеть быть свободным. Он должен это захотеть. Почему захотеть? Потому что в Библии не зря написано, что мы, как люди, должны Бога искать. Почему искать? Потому что Бог ни от кого не прячется, но и никому себя не навязывает. Он говорит, хочешь – бери, не хочешь – как хочешь. Спаситель дан для каждого человека. Но спасены ли все сегодня? Большая проблема в том, что люди не видят в этом необходимости и нужды. Но человек должен увидеть это в своей личной жизни, что грех его разрушает, и обратиться за помощью к Спасителю, чтобы получить своевременную помощь. Итак, вы видите, здесь в Библии так написано. Иисус, придя однажды в купальню, увидел человека, лежащего там, и говорит ему, хочешь ли быть здоров? Очень интересное заявление. У больного спрашивать о здоровье. Но оказывается, не все больные даже желают быть здоровыми. Потому что больным сострадают, иногда помощь дают. А здоровым что? Работать надо. Я проповедовал на одной иммунизации, подходит одна мама, говорит, помогите моему сыну. Я говорю, как? Что? Он говорит, закончил университет, имел прекрасную работу, очень талантливый инженер, семью, квартиру, все имел. Это было на Украине. А сейчас просто распился так, что потерял работу, потерял семью, потерял квартиру и живет на улице. Я говорю, а я могу увидеть этого человека? Говорю, да. И она мне просто познакомилась с ним. Я пришел, начал беседовать с ним. Я говорю, ты хочешь, чтобы что-то поменялось в твоей жизни? Вы знаете, что он мне сказал? Он сказал, нет. Говорю, как нет? Тебе нравится так, как ты живешь, и то, что ты имеешь? Говорю, да. А как тебе может это нравиться? Говорю, ну как? Встаю, когда хочу. Когда хочу, то доложусь. Когда захотел, то и выпил. Работа есть, нет. Деньги есть, нет. Пьешь, как часто, каждый день. Говорю, а как ты находишь? Как это получается? Он говорит, большая жажда и желание, и получается. Вот почему в Библии написано, кто жаждет, иди ко мне. Бог все предлагает только для желающих. Жаждущий находит, спод земли находит. Потому что очень хочется. И поэтому говорит, и что, если что-то поменяется, мне надо завтра идти на работу, а я не хочу. Хочешь ли ты быть здоровым? Вот в чем вопрос. И если хочешь, Бог в состоянии тебе помочь. Во имя Иисуса. Он ради этого пришел в мир и на землю. И таким путем ты можешь избавиться от своих грехов. Второе. С Божьей помощью надо увидеть тщетность собственных усилий. То есть, какая здесь истина или правда? Если человек сам может себя спасать, то Спаситель ему что? Не нужен. Но человек так устроен, что он думает, вот это оставлю, вот это поменяю, вот это как-нибудь. И получается именно как-нибудь. Но чтобы было хорошо, надо принять план Божий в свою жизнь и судьбу. Какой бы сильный я не был, я не в состоянии поднять себя за свои брюки. мне нужен человек со стороны, который мог бы меня поднять. Мне нужен Спаситель. Тебе нужен Спаситель. И каждому из нас он жизненно необходим. Поэтому мы иногда проходим вот эту жизненную школу, когда просто сам Бог нас учит, настолько мы испорчены и грешны внутри, чтобы в свое время сказать, Господь, спаси меня. Я здесь. Пожалуйста, помилуй меня. Пожалуйста, помоги мне. Я нуждаюсь в Тебе. Я погибаю. Итак, чтобы получить эту свободу, надо вот этих два момента учесть. И дальше. Как же достичь освобождения от господства греха? Или как перестать грешить? Мне очень хочется как бы сказать такую проповедь простую сегодня, чтобы даже самому мне было понятно. Как перестать грешить? Как достичь освобождения от господства греха? Смотрите, это основной стих. И так как Христос пострадал за вас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающей плотью, как там написано? Перестает грешить. Ибо страдающей плотью, что? Перестает грешить. Это сильное заявление. За этим словом стоит сам Бог. И это работает в судьбах каждого человека, кто приходит к Иисусу за помощью. Ибо страдающей плотью перестает грешить. Перестает грешить. которые по плоти страдают. Все или нет? Нет. Вот люди старше даже голову мне дают понять, что не все. И это правда. Но ведь написано. Расскажу вам такую историю. Два человека очень старых были уже в доме престарелых и так общались часто. были христианами, но иногда просто ссорились, не находили взаимопонимания. И когда вот вспышка как-то происходила, один просил прощения, а второй не хотел прощать. Но они так жили, жили. А потом этот заболел так серьезно, что уже не поднимается с постели. И все поняли, что уже как бы дни сочтены. И вот этот брат, богопоясний, он прибежал к нему, упал на колени, говорит, брат дорогой, прости меня. Он посмотрел на него, говорит, ладно, прощаю. Он ликует, радуется, а тот его останавливает, я тебя прощаю, если сегодня умру, а если нет, то не прощаю. Я хочу, чтобы вы поняли вот эту мысль. Все ли люди, которые страдают по плоти, они не грешат? Оказывается, не все. Даже когда человек очень больно, он обращается только к Богу, но не всегда ведут себя так, как должно вести нам, христианам. Кто-то ропщет, правда бывает? Кто-то недовольный, кто-то просто вообще сломлен внутри, теряет веру, и так дальше. Поэтому, пожалуйста, но Библия говорит, что страдающий плотью перестает грешить. Еще два момента, два важных момента. Как стать несчастным? И вы поймете, как стать счастливым. очень просто, начни думать только о себе, и у тебя получится. Думай о том, как тебя люди обходят вниманием, не уважают или обижают. Вообще, думай, какая ты несчастная или несчастная, и вы будете одним из самых-самых несчастных человеков на планете Земля. Почему это происходит? Почему? Потому что именно гордость порождает все грехи. Наше самолюбие лишает нас покоя и мира. И поэтому мы на это должны просто обращать самое серьезное внимание. Еще важная истина. Как можно узнать человека? Как можно узнать человека? здесь сидит молодежь, им надо жениться, выходить замуж. Я должен им это объяснить. И вы должны все услышать. Как можно узнать человека? Иногда, когда говоришь молодежи, они встречаются там вместе, объясняются в любви. Я говорю, а что вы там вот это встречаетесь? Ну, надо же узнать человека. Вроде так серьезно. Но когда они пишут, что я тебя там дорогая, люблю, они ничего не узнают и не узнают. Да. А чтобы узнать человека, то что здесь надо сделать? Необходимо его что? Достать. Как это достать? Ну, как бы личность человека, сам человек, он внутри, здесь спрятан. Вот наружу смотришь, человек вот красивый такой, тут все красивые у нас. Выглядит великолепно. Но чтобы узнать, что он из себя представляет, надо ее просто достать. и когда достал, то понял. А теперь послушайте, если у вас не получится это сделать до бракосочетания, то когда вы женитесь, пройдет малое время, и вы достанете. но проблема, знаете, в чем, что когда надо было достать, ты не сделай это, а когда уже достал, то не знаешь, что делать с тем, что ты достал. Вас уже доставали? Пример из реальной жизни. Тоже это я был в Киеве, и тоже так иногда зная ситуацию, думаю, пойду в поликлинику, проверю себя, в каком я состоянии. Здесь нету медицины. И пошел в поликлинику, там все бесплатно. Но очередя, и лето, жара страшная, кондиционеров нету, и мы в очереди стоим, и стоишь и думаешь, ну когда же, когда же, когда же. И все стоят больные. Помните, я говорю, что страдающие плоти, что перестают грешить. И вот я среди больных наблюдаю такую картину. Один подходит, постарший человек, и обращаясь к очереди, говорит, пожалуйста, пропустите меня без очереди, мне плохо. Я так чувствую себя плохо, что упаду. Как вам кажется, ее пропустили или нет? Нет. Они сказали ему здесь всем плохо. Было очень интересно все это наблюдать и слышать, но это не все. На следующий день пришел, чтобы кровь сдать с пальчика, и снова очередь, длинная очередь. Но очередь стоять, это еще полбеды, но там постоянно кто-то без очереди проходит, тот с орденами, тот по льготам, тот вообще непонятно, как-то пробирается в эти двери, и это все очередь заводит, очередь начинает волноваться. Я тоже один из них стою, думаю, есть надежда, жду, жду, но никак не получается. Смотрю в очереди, ну минимум человек 5-7 беременных женщин. Ну как-то жалко стало. Думаю, надо уже проповедовать. И я обращаюсь к очереди, говорю, уважаемые, может быть пропустим, как-то жалко. Как вам кажется, пропустили? Нет, они сказали, у них есть специальные врачи, пусть туда обращаются. Короче, как не подхожу, ну ничего не работает. И вот одна женщина, она как бы пыталась туда попасть, пару раз заходила в кабинет, где принимает она, ее оттуда вытаскивали, потому она туда снова ворвалась и начала там кричать. Ну, короче, она обозвала этих всех лаборантов словами, какие она знала, нехорошие слова, и выбежала просто, закрыла двери и побежала. А очередь стоит, так смотрит, она вся такая красная, и говорят слух, вот человека достали. Чтобы узнать человека, надо что? А что ж тебя достали? Ну, пару раз вернули обратно с кабинета, что ты без очереди зашла. И все. И человек закипел. Что происходит в нашей жизни? Вы видели вот такие надписи на воротах? Пишут во дворе злая. Да. Да. это интересно. Послушайте, смотрите, я хочу вас просто ободрить и сказать, что если такую надпись видите, не бойтесь заходить, это не страшно. Хуже, если вот эта злая собака где-то здесь. Вот чего надо бояться? Вот что желает изменить в каждой судьбе Христос. Как бы хотелось жить так, чтобы и тебе хорошо было, и окружающим. И я здесь, чтобы сказать, друзья мои, что доставать будут всех и каждого, но достанут в тебе только тот, что в тебе живет. И если в тебя нету раздражения, злобы, сколько бы тебя не раздражали, все будет здесь спокойно. Но когда оно есть, то усилий очень много не надо. И когда оно есть, оно прорывается наружу, когда жизнь усложняется или обстоятельства твои. Но есть новая жизнь в Иисусе Христе. Как часто вы теряете мир? Как часто вы живете в расстроенных чувствах? Правда такое бывает? Как у вас с настроением? Что происходит в нашей жизни? Благословен тот, кто обладает внутри Царством Небесным. Царство Божие внутри вас есть. И когда оно есть, то оно проявляется. Вы будете удивительно спокойны, когда вокруг будет все штормить. Вы будете наполнены миром, несмотря ни на что. Ваша жизнь не будет зависеть от поведения других, но от ваших взаимоотношений с живым и вечным Богом. Ко мне подошла одна семья, они пошли в зоопарк, общаются, а мой никуда не вытащишь. И она спрашивает, почему одни ходят в зоопарк, в парке, а другие нет. Извиняюсь, но я так ответил, что иногда просто люди не ходят в зоопарк, потому что их зоопарк дома. Но есть новая жизнь в Иисусе Христе. Аллилуйя! Слава Иисусу! Итак, следующая моя мысль. Почему люди грешат? Почему люди грешат? Оказывается, что все очень просто. Не желают страдать. не желают страдать. Библия говорит, ибо страдающий плотью что? Перестает грешить. Мы же, как люди, все убегаем от страданий. Это наши машины, это наши кондиционеры. Мы все делаем, чтобы нам не страдать. Люди убегают из дому, дети, жены уходят от мужей. Почему? Страдать не хочется. Но Библия говорит, послушайте, но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Это часть нашей жизни, и мы должны просто не сгорать в этом огне, а становиться сильнее мудрыми и благословенными. Слава Богу! Но человек рождается на страдания как искры, чтобы устремляться вверх. Я еще раз повторяю, почему люди грешат? Почему молодежь не хочет учиться? Потому что страдать не хочется. Я всегда молодежи говорю, или 3-4 года в колледже, или всю жизнь по крышам. Но ты все равно будешь страдать. послушайте, люди верующие, они страдают потому, что не желают грешить. А люди неверующие страдают от последствий греховной жизни. Мы делаем просто выбор. Одни страдания приносят нас пользу, закаляют нас и делают нас сильными. А другие страдания не приносят никакой пользы, но разрушают человека внутри. Поэтому есть полезные страдания, а есть бесполезные. Через одни страдания мы учимся жить, и они делают нас сильнее и мудрее. Слава Богу за все, что мы имеем от Бога. Итак, почему люди страдают, потому что почему они грешат, потому что не хотят, не желают страдать. Что это значит? Вот любое искушение, которое приходит в жизнь молодого человека, любого человека, ему хочется. Он понимает, что это грех, но себя то жалко, себя то мы любим. И мы начинаем что-то делать, навлекая беду в свою жизнь. Нам не хочется страдать, себя любимого обидеть жалко. И мы начинаем уступать по плоти, лежить по плоти. Но плот так устроена, что сколько не дай, ей будет мало. Сколько не путешествую, будет мало. Сколько написано, не насытится очевидением и ухослышанием. Все мало и мало. То есть сколько не давай, ее удовлетворить невозможно. Вот почему мы должны жить совершенно другой победоносной жизнью во имя Иисуса. Итак, мы продолжаем эту тему, ибо страдающий плоти перестает грешить. И вы видите вот здесь ответ, что такое плоть? Дела плоти известия, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, дальше смотрите, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство. И дальше написано, смотри, предваряю или предупреждаю вас, как и прежде уже предупреждал, что поступающий так, что написано? Царство Божие не наследует. Мы больше обращаем внимание на первую часть, где там пьяницы, убийцы и так дальше. Но обратите внимание, вражда, ссоры, зависть, гнев, что-то подобное случается в вашей жизни. Иногда люди закипают как чайники. Библия говорит, поступающий так, что царство Божие что не наследует. А это звучит очень серьезно. А что же делать? А как же нам быть? Но здесь как бы главный ответ на вопрос что такое плоть? То есть плоть это не только мое тело, ваше тело, но это натура, которую мы унаследовали от Адама. Это наша гордыня, это наше я. ибо страдающий плотью перестает грешить. Вы видите, что все плоть это наша плотская натура, это наше эго, и все зло исходит изнутри человека. Изнутри человека исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, злоба, коварство, гордость и так дальше. все это мы унаследовали от Адама, и все это исходит изнутри. Итак, смотрите, нашей плоти, вот плоти, телу нашему, достаточно накормить вовремя, уложить спать, и она будет довольна. Но натура, которую мы унаследовали от Адама, ей постоянно мало. Ей постоянно куда-то хочется бежать, что-то хочется делать, что-то там предпринимать и так дальше. То есть пытаешься успокоить ее, она как Ванька встанька, не имеет покоя и лишает покоя человеческое сердце и просто всю жизнь отравляет. Поэтому мы на это все должны просто обратить самое серьезное внимание. Вот смотрите, бывает вот человек в каком-то конфликте доказал вроде бы свою правоту, постоял за себя, достиг какой-то цели, а смотришь, а в душе пусто и грустно. Правда такое бывает? Вроде бы доказал, вроде бы все сделал так, как надо сделать, все и всех поставил на место, но в душе что происходит в нашем сердце? Это все видит Бог. Оказывать, чтобы жить в победе надо выйти из мира, надо умереть для греха, для своей гордыни, для своего я. Это жизнь, жизнь в победе. Я эту проповедь положил в сердце говорить, когда я зашел в церковь и увидел, что ваша церковь называется сила креста, так? Сила креста или сила голгофы. Так вот, послушайте меня внимательно, оказывается, что мы, как христиане, мы не должны никогда уступать плоти. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. То есть, я всегда имею право сказать самому себе, отказать в чем-то и убедить себя, что я тебе ничего не должен. Один человек пришел, просил мне совета, как бросить курить. Ну, я ему просто дал наставление. Во-первых, просто, когда было призывное собрание, он сидит, не каяться. Я подошел к нему, и говорит, что ты не каешься? Говорит, вот брошу курить и покаюсь. Значит, вы поняли, ему спаситель не нужен. Говорит, а ты пытался вообще сам бросить? Уже бесчетно раз. Тогда, говорю, иди покайся, тогда бросишь. Он послушал, пришел, пришел, я говорю, покаялся, и он освободился. Но главное, что я ему подсказал так, говорит, тот, смотри, ты проживешь сутки, и плод твой начнет кричать, ты что? Мне сначала будет тебя хвалить. Ты раньше, тебе надо пачку было на день, а сейчас уже ты сутки продерелся, одну сигаретку, это для тебя ничего. Я говорю, взяв одну, ты опять опустишься в это болото. Прожил сутки, вторые сутки, дьявол будет говорить тебе, что тебя уже уши опухли, что-нибудь делай, а ты просто говори самому себе, успокойся, я тебе ничего не должен, чтобы убедительно было, скажи, сколько ты денег уже прокурил, что ты приобрел, кроме кашля в тебе, ничего хорошего не вижу. Говорит, все плоть, достаточно, понятно, становись на место, все нормально. На третьи сутки она будет кричать, что ты умрешь, пожалуйста, быстрее закури, все кончено для тебя, ты умираешь. А ты снова, говорю, успокойся, все нормально, я тебе ничего не должен. Говорю, так, неделю посражаешься и будешь свободен. Есть новая жизнь в Иисусе Христе. Мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Почему? Потому что, если по плоти живете, то что? умрете. А если духом умирствляете дела плотские, то что написано, то живы будете. Не бойся пострадать ради Христа и Бога, ради самого себя, иначе будешь страдать ты и окружающие тебя. Перестрадай, чтобы жить победоносной жизнью во имя Иисуса. апостол Павел, он говорит так, что я сораспялся Христу. То есть, он говорит так, когда Христос умер, то он не только умер за мои грехи, но и мы умерли, что? Вместе с Ним. Неужели вы не знаете, что всеми, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти Его крестились? В этом секрет победы. Мы свободны от прошлого, мы контролируем будущее, и мы умираем для себя, чтобы жить для Бога. Об этом сегодня было уже сказано. Чтобы живущие не для себя жили, а что? Для умершего и воскресшего. Основная проблема, например, в семьях, откуда она приходит? Они женятся, они любят друг друга, и в этом никто не сомневается, необыкновенная любовь. Но проблема в том есть, что они еще и себя любят. И вот здесь начинаются проблемы. Постоянно надо решать, кого я больше люблю, себя или жену. Себя-то всегда как-то жалко. Но есть новая жизнь в Иисусе Христе, поэтому я прошу, пожалуйста, обратите на это внимание. Мы умерли, но грех не умер. Но мы, следуя за Иисусом, побеждая, имеем силу и способность побеждать грех, чтобы оставаться свободным. Смотрите, когда Христос был на кресте, то Ему говорили, сойди со креста, и мы что? Уверуем. У меня вопрос, Он мог сойти или нет? Мог. Почему Он не зашел? Почему Он не сошел? Почему? Почему? Вот Христос мог этих грешников убедить в один момент и сказать, да, я точно Бог. Но Он мог, но Он не сошел. Вы знаете почему? Только потому, что Он любит тебя и меня. Он понимал, что другого пути для спасения нет. ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына на смерть, чтобы ты и я мог жить. Это такая благодать, это сила Креста Христова. И когда Он был на кресте, обратите внимание, каким было поведение Иисуса. Удивительным. Плюют в лицо. Вам кто-нибудь плевал в лицо? Не думаю, а вас доставали? Когда Ему плевали, одна была цель достать. И как вам кажется, они Иисуса достали или нет? Они достали, но там внутри был агнец, закланный от создания мира. Аллилуйя! И весь мир увидел в Нем Христа Спасителя. Ударяют Его в щеку, бьют раз по голове. И смотрите, поведение Иисуса. Он говорит, если я плохо сказал, скажи, что плохо, а иначе зачем ты бьешь меня? Правда, христиане? Нормально, когда мы живем, друг с другом, именно так. Видишь, брата согрешающего, скажи ему, обличи его, а иначе зачем ты бьешь меня? И что не делали с Иисусом? Даже распяли, а Он благоставлял их и любил. Почему? Потому что Он агнец. Аллилуйя! что происходит в нашей жизни? Что происходит в твоей судьбе? Бог желает изменить твою жизнь. Как же перестать грешить? Библия говорит, ибо страдающий плотью перестает грешить. И я делаю выбор, или я страдаю, или все остальные. перестрадай, чтобы иметь вечную радость и жизнь с Иисусом Христом. В жизни мы будем испытаны и проверены, наше христианство будет проверено. Но помоги нам, Господи, жить так, чтобы жить в полной победе. Последний пример, и мы будем идти к молитве. Это тоже было еще во время нас Советского Союза. Один молодой человек подростки собрались и увидели черешню. Первые черешни поспели на Украине. Их было там человек семь, может быть, даже больше. И один из них первым забрался на эту черешню и кушает черешню. Ввиду того, что аппетит приходит во время еды, всем остальным тоже захотелось кушать. но проблема была в том, что их было много, а дерево черешня маленькое, небольшое, то есть два человека там не помещаются. И они начали строить план, как этого человека оттуда стащить. А он так, одно за одной. И смотрите, что они делают. Его родители были верующими. А в то время верующие всяческие клички говорили, дразнили, штунды, по-разному оскорбляли. И вот они зная это, начали его дразнить и говорить, штунда, штунда, слезай оттуда, слышишь, слезай оттуда. А этот молодой человек так, кушает черешню, говорит, за Христа буду страдать. потом, слушайте, они идут другим путем. Он перед этим поломал ногу и уже восстановился, он не так хорошо, и хромал чуть-чуть. И они просто начали кричать, инвалид, хромой, несчастный, слезай оттуда. Понял? Слезай быстрее, а то мы тебя достанем. И вот этот молодой человек говорит, а за инвалида хромого слезу и дам. И когда он слез с этой черешней, он с первым человеком сцепился и начал драться, а второй только раз и уже на дереве. Пока этот еще не разобрался с первым, а там очередь, тот уже на дереве улыбается и кушает черешню. Что я хочу через это сказать? Если ты спасен Иисусом Христом, ты взобрался образно на эту черешню, ты пережил Царство Небесное, но есть окружение, которое пытается тебя постоянно оттуда стащить, чтобы ты потерял то, что ты имеешь от Бога, что кроме Бога тебе дать никто не может и не пытается это сделать. Друзья мои, сколько есть христиан, которые сидели в тюрмах за Иисуса, страдая, а в своей обыденной жизни потерялись и где-то не стояло. Мы должны не только за Христа, но ради Христа и прощать, и любить, и благословлять. Я здесь, чтобы сказать вам, есть новая жизнь в Иисусе Христе, и если вы на этой высоте, если вы имеете эту жизнь, наслаждайтесь, распространяйте эту жизнь, дорожите ею, как самым большущим сокровищем. Не опускайтесь на землю. Вы это делаете, пытаясь отстоять, пытаясь защитить, пытаясь что-то доказать, но каждый раз, когда вы сошли, вы проиграли. Самое надежное место – это крест. Это полная победа над грехом, ибо страдающий плотью перестает грешить. Я не знаю, я не обещаю вам сладкой жизни, да наша жизнь, она полна страданий, но эти страдания, они не должны поколебать вас, а тем более, не должны разрушить вашу веру и ваше христианство, поэтому оставаясь там, мы будем спокойны. Он имел право, он имел возможность сойти, но он не сошел. Мы не должны сходить, но мы сходим. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...